На Бали есть такое понятие, как таксу. Таксу — это канал. Таксу — это антенна. Таксу — это то, что находится внутри тебя, в теле. Таксу показывает, что это за человек, с каким талантом, душевной силой и благословением он пришел. И сейчас многие люди хотят помогать, но они не знают, как именно почувствовать этот путь для них или нет. Простите за мой английский. Мой английский еще хуже. Два человека, которые не очень хорошо говорят по-английски, но мы общаемся на уровне чувств. Приветствую вас, мои дорогие. Сегодня я посетила храм Пурабисаки и пообщалась с Манку Джати. Мы провели невероятную церемонию, попели мантры. Вы все это увидите в этом видео, а также Манку ответил на очень интересные вопросы. Обязательно посмотрите это интервью, ведь вы поймете, почему так важно открывать сердце, почему так важно идти к Создателю и как вообще Манку сам понял о том, что у него есть этот дар. А как понять вам, есть ли у вас дар и есть ли у вас возможность помогать людям. Обязательно смотрите. приятного просмотра. Для меня, я не знаю почему так, но вы для меня как член семьи. Я чувствую, как будто я прихожу к старшему брату и это удивительно. Я хотела бы задать такой вопрос. Как вы знаете, у меня сейчас много учеников. Помните, я просила благословления вести свою первую группу тех, кто хочет помогать людям. И сейчас многие люди хотят помогать, но они не знают как. Нет, не делать, а именно почувствовать этот путь для них или нет. Это зависит от того, хотят ли они помогать другим людям с помощью тела, энергии или разума. Потому что учителей много. И Бог дает благословение всем людям с помощью разных способов. Духовные учителя владеют разными способами, чтобы помогать людям. Да, потому что бывают люди, которые только преподают, но у них нет духовной энергии. Или те, у которых есть энергия, но они не знают, как получать деньги, как помогать людям. Какой совет вы можете дать людям, которые хотят понять, что для них важнее всего? Для начала нужно создать фундамент для человека. Для того, чтобы он был готов для того, чтобы понимать себя. Первая точка — это любовь и доверие к себе. Если человек уже доверяет себе, он может отдавать, помогать людям. Для этого ему нужно подготовить разум, тело и душу. Если все эти три элемента в балансе, то ты можешь давать людям. Что очень важно, нужно в первую очередь давать родителям, своей семье, своему отцу, матери, сестре и брату. И после этого вы можете давать другим людям. Бывает так, что мы забываем о семье и начинаем помогать другим людям? Да. В первую очередь нужно давать самому себе и семье, а затем помогать другим людям. Потому что у вас есть энергия. Нужно много энергии, чтобы исцелять людей. Энергии в теле, энергии в руках. Иногда Бог благословляет исцелять через речь, язык и через энергию разума. Это должно работать все вместе. Это значит, если вы хотите что-то сказать, что-то о психологии, то говорите. Это энергия речи. Это значит, Сарасвати благословила ваш язык. Действительно так. Бывает так, что человек получает благословение исцелять физическое тело. Он может прикасаться к телу и очищать с помощью рук. Потому что у него есть энергия в руках. В правой и в левой. Это благословение от разных богов. Разная карма у этих людей. Это могут не все люди. Не все могут говорить. Не все могут исцелять. Это разная карма. Разное благословение от разных богов. Если у вас все вместе. Если вы можете говорить. Если вы можете открывать сердце. Если вы можете открывать разум людей. Если вы можете исцелять тело с помощью рук. Значит, Бог дал вам благословение всех трех энергий. Это правда. Поэтому в первую очередь нужно доверять себе и верить в себя. Да, да, да. Да, в этом все дело. Можно попросить у Бога благословения на все три энергии. Если у вас есть все три, это очень даже хорошо. Многие люди приходят к вам один раз, чтобы исцелиться. Не только поговорить, открыть сердце, открыть разум. Они приходят, потому что есть боль. Сердце может быть открыто. Разум может быть открыт. Но физическое состояние проблемное. И если вы можете исцелять и разум, и тело все вместе. Сделайте это. Исцелите тело. Откройте сердце. Откройте разум. Манку, я знаю, что разным людям вы даете разные мантры. Разные техники. Но это видео, я думаю, посмотрят очень много людей. Что вы можете посоветовать тем, кто будет нас смотреть? Потому что сейчас достаточно сложная ситуация в России. Да, во всем мире. Я не могу помочь всем. Только Бог может помочь всем людям. Я помогаю только тогда, когда говорю с людьми, которые приходят ко мне, потому что открывается канал. По которому приходит информация после того, как человек просит. А до этого момента я не знаю. Как у вас так много энергии? Вы принимаете 40, 50, 100 человек в день. Для меня это прям огромное уважение к вам вызывает. Потому что у вас так много энергии. Бог дает вам так много энергии. Это именно поэтому я и стал манку. Может быть, вы хотите, чтобы я рассказал историю, как я стал манку? Да, да, да. Давно, когда я был молод, у меня тогда еще был только один сын. Ему тогда было около полутора лет. А мне было около 21 года. И мои предки призвали меня. Призвали меня стать манку. У меня были физические проблемы со спиной. И я пошел к врачу. Я обошел около трех врачей. И все говорят, нет, все в порядке. Но моя спина продолжала болеть. Тогда моя жена и моя мама обратились к другому манку. У него была тесная связь с Богом, Святым Духом и Злым Духом. И мы спросили, а чего у меня в жизни такая проблема? Что с моей кармой? У меня хорошая карма или плохая? Тогда мои предки вселились в тело манку. Видимо, Дух манку покинул тело, чтобы Дух моих предков мог вселиться в него. И мои предки говорили со мной. Они сказали, что любят меня. Чтобы я стал манку. Но я не знал как. Я не был в школе. У меня всего три класса образования и все. У вас только три класса образования? Я не знал ни санскрита, ни мантр. Я не знал, что я должен был делать, чтобы стать манку. Но я не хотел. Не хотел становиться манку. Я думал, что если вы любите мою душу, возьмите мою душу. Вы заставляете мое тело страдать. Но можно выбрать только одно – стать манку или умереть. Я выбрал умереть. Мои дорогие, а вы знаете, что в моем телеграм-канале я веду безоплатное обучение? И это очень важно. Сейчас на протяжении ноября и декабря будет проходить безоплатное обучение, которое поможет вам понять свои цели, которое поможет вам сделать так, чтобы пошла энергия, пошла та энергия, которая поможет вам жить в изобилии и в достатке. Потому что если у вас нет целей, то и нет энергии. Переходите, пожалуйста, в мой телеграм-канал. Всех вас жду. Это мое служение миру. Потому что именно так вы сможете наконец-то прочувствовать, что такое энергия, как она действует. Потому что если нет цели, то нет энергии. А значит, нет любви, нет доброты, нет нежности. Ну и, конечно же, о какой безусловной любви тогда идет речь. Всех жду в телеграм-канале. Почему? Потому что я не знал, что делать дальше. Мама плакал. Просил ей стать манку. Не умирай, стань манку. Клянусь, я спрашивал сестру, что мне делать, чтобы стать манку. Я не знал ни санскрит, ни мантр. Она сказала, нет. Это твой путь, твоя жизнь. И это короткая история, как я стал манку. Моя спина. Я пообещал своим предкам, что если они исцелят мою спину за пять минут, я поверю, что это они. Я не был готов ждать час. Я не был готов ждать день. Только пять минут. Манку передал информацию. Что-то приложил к спине. Пять минут концентрации. И моя спина прошла. И я верю, что мои предки все еще здесь. Вчера я записывала видео о том, как люди приходят к Богу, когда у них появляется боль, проблема, драма. Это забавно, потому что я пришла к Богу, когда у меня были проблемы с деньгами. У меня вообще не было денег. И я спрашивала Бога, что мне делать? У вас болела спина, у меня были проблемы с деньгами. Почему мы не можем прийти к Богу, когда мы счастливы? Это потому что многое зависит от человека. Зависит от его тела, от его кармы. В то же время бывает так, что у человека все хорошо с деньгами, но он несчастлив. Потому что у него нет семьи. Или люди живут в браке много лет, но у них нет детей. И это тоже проблема. Кто-то очень успешен, но у него нет ни мужа, ни жены. В таком случае не нужно искать помощи у людей. Люди могут предложить только решение проблем. Просите у Бога благословения, чтобы жить в балансе и гармонии. Только держите сердце открытым и доверяйте Богу. Вы знаете, Манку? Когда я была здесь первый раз четыре года назад, я помню, я задавала вопросы. Я чувствовала храм, чувствовала энергии. И моя голова была такая пустая, что я забыла задать самый главный для меня вопрос. И потом я думала, я же не спросила Манку, что мне нужно делать, чтобы раскрыть свою женскую энергию. И моя подруга Натали сказала, что Манку говорит всем женщинам, что им нужно открывать сердце. Я сказала, ну окей, если он мне так скажет, я, по крайней мере, спрошу, как это сделать. Но вы ответили, что у меня все в порядке. И примерно через полгода у меня появился мой уже бывший молодой человек. Но что самое важное, это случилось впервые за много-много лет. Это не только для женщин, но и для мужчин. Если вы блокируете свое сердце, ничего не происходит. Это как закрытая дверь, которую всегда нужно держать открытой. Это значит, что если вы закроете дверь, то благословение Бога просто до вас не дойдет, потому что дверь закрыта. И чтобы держать свое сердце открытым, нужно медитировать. Медитация помогает сохранить открытое сердце. Вам нужно поддерживать постоянную связь, как телефона. Каждый день вы используете телефон. Но вы закроете дверь, если не оплатите интернет. Потому что тогда не будет сигнала. Плохая связь. Да, плохая связь. Поэтому всегда нужно держать свой портал открытым, свою антенну, чтобы каждый день была хорошая связь. Помните, Манку, вы рассказывали историю об извержении вулкана Агунг? Да, последнее большое извержение вулкана Агунг было в 1963 году. Но Бесаки не пострадал во время извержения. И по сей день Бесаки остается очень везучим местом. Затем долгое время вулкан был спокойным. Он спал. Он спал примерно 55 лет. Затем в 2017 он проснулся опять. Извержение было, насколько я помню, в сентябре. Но извержение было небольшое, на маленькой области. Незадолго до этого все люди собрались и эвакуировались из храма. Все 100% человек покинули храм и уехали отсюда. В храме Бесаки я встретил примерно 3-4 человека. Что касается меня, я взял свою жену, своего сына, дочь и увез их в лагерь. Затем я вернулся в Бесаки рано утром, около 4 часов утра. Я приехал в Бесаки, и весь город был абсолютно пустым. Никого, только собаки. И я сел перед матерью всех храмов, и на улицах не было никого. Не было людей. И затем я молился. Я молился у этого храма, у Роглатен. Я молился у храма Панатаран. И я просил у Бога, сделай, пожалуйста, так, чтобы извержение не было сильным. Затем я спустился вниз, к подножью Агунга, к храму Бесаких. Я приходил каждый день. Каждый день я приходил, чтобы молиться. В молитве я просил, чтобы не было больших повреждений. Если это необходимо, пусть будет магма, пусть будет лава. Но чтобы не было сильных повреждений для всего. Для Бали, для всего мира. Потому что при сильном извержении Агунга проблемы будут по всему миру. И я просил у Бога благословения на это. И во время медитации я увидел большой черный камень. Наверное, больше ста метров по площади. И этот большой камень, он лежал сверху кратера, как бы закрывая его. Но закрывает он его не полностью. Вокруг него где-то 2-3 метра есть щель, и из нее полыхает пламя. И я продолжил молиться, чтобы не было извержения или было оно не сильным. И извержения не было. И это было как будто вмешательство. Какая-то сила пришла и опустила камень еще ниже. И извержения не было. И я всегда благодарю Бога. Я на 100% уверен, что когда я молюсь, Бог меня слышит. И теперь Бесаки будет в безопасности. Потому что Бесаки – это самый большой храм, материнский храм. Он очень хорош для медитации и духовных практик. Но люди приезжают на Бали со всего мира. И эти люди должны уважать Бали. Должны любить Бали и уважать храм. Потому что гора и храм исцеляют. Это все для Бога. Люди, которые поднимаются на гору, они не могут делать все, что хотят. Эта гора очень священна. Нельзя целоваться в храме. Нельзя целоваться на горе. Это храм. В храме это запрещено. Вы видите местных людей. Балийцев. Они очень уважают традиции. Они очень уважают святые места. Местные люди не обнимаются в храмах, не целуются в святых местах. И я прошу тех, кто приходит в храм... В любом месте на Бали, пожалуйста, не целуйтесь в храмах. Белые люди могут целоваться где угодно. Это как выразить свою благодарность, не целоваться в храмах. Может быть, вы можете попросить своих учеников, если вы приедете на Бали, не целуйтесь в стенах храма. Да, на самом деле, я считаю, что нужно проявлять уважение. Это святое место с особой энергией. А энергия, она очень важна. Я очень много путешествую. И я была во многих святых местах. Но это место, оно мое самое любимое. Для меня это храм с очень мягкой энергией. А как вы чувствуете его? На Бали есть такое понятие, как таксу. Разные манку, разные люди имеют разные таксу. Таксу – это канал. Таксу – это антенна. На Бали мы называем это таксу. Таксу – это то, что находится внутри тебя, в теле. Таксу показывает, что это за человек. С каким талантом, душевной силой и благословением он пришел. Потому что все люди получают благословения от разных богов. Иногда люди получают любовь и благословения от Ганеши, некоторые от Сарасвати или Лакшми. Благословения дают все боги. Но есть одно божество, которое намного ближе к человеку. Бог всегда дает человеку то, что ему нужно. Разные благословения, в зависимости от его таксу. Это значит, что я верю, что таксу – это как антенна. Может быть, очень хорошая связь. Если связь средняя, то это не очень хорошо. Что касается меня, для меня очень близок Ишвара. Он дает мне благословение. И я прошу, Ишвара, благослови людей, которые приходят ко мне, и людей, которые приходят сюда в Бесаки за благословением. Если вы пойдете в другой храм, к другому Манку, хорошо, нет проблем. Мое сердце всегда открыто. Вы приходите ко мне и говорите, я хочу прийти к Манку Джати. Вы хотите попросить, чтобы Манку Джати благословил вас. Но я не могу, я не благословляю. Это как Бог дает вам энергию. Бог благословляет всех людей. Я – это только антенна. Я молюсь Богу. Не верь в Манку Джати. Ты должен верить в себя, доверять себе и доверять Богу. Это правда. Потому что люди такие, о, Манку Джати. Нет. Нет, нет. Я всегда говорю своим ученикам, я только инструмент в руках Бога. Когда вы приходите ко мне, я открываю для вас канал. И иногда я даже не помню, что я говорила вам. То же самое и в мире. То же самое здесь и сейчас. Например, если вы очень близки с президентом, и кто-то просит вас, может быть, ты поможешь мне с работы, ведь ты так близок к президенту. Кого вы попросите помочь? Конечно же, президента, потому что вы с ним близки, а другим вы не так доверяете. И вы попросите, и человек получит работу. Многие люди просят работу, но никто из них не близок с президентом, и их просьба не будет услышана. Так же и со мной. Люди приходят, потому что Бог благословит меня. Вы просите благословение от Манкуджати? Хорошо, я благословляю вас через канал за Богом. Такой пример. Инструмент. Простите за мой английский. Мой английский еще хуже. Два человека, которые не очень хорошо говорят по-английски, но мы общаемся на уровне чувств. Поэтому очень важно иметь понимание внутри себя, как связь, связь на энергетическом уровне. Все люди понимают друг друга, но они не доверяют своей душе. Иногда мы видим, что человек может быть не очень хорошим, что это может быть небезопасно, но мы не доверяем своей душе. Да. Так же, когда сюда приходят люди. И многие люди живут долго в брай, может быть, 10 лет, и они хотят детей. Но они идут к доктору, а он говорит, вы не можете иметь ребенка. И кто может дать ребенка? Доктор или Бог? Именно поэтому нужно верить и доверять себе. Приходите и просите Бога. Ни людей, ни меня. И я молился более чем за десятерых человек. И многие люди до сих пор мне благодарны. Манку, скажи спасибо Богу. Потому что я мечтала о ребенке. И когда я была в Бесаки, после Ишвара храма я вернулась домой, и где-то через месяц я забеременела. О, это так мило. И таких много. Таких много. Я слышала много таких историй. И это благословение. Не от Манку Джати. От Бога. Манку Джати – это просто канал, просто ступенька на пути к Богу. Натали, Анна, Юлия. Я не помню сейчас все имена. Саша. Они приходили и просили о ребенке. Просили благословения. И кто-то ждет достаточно долго. Может быть, восемь, может быть, двенадцать месяцев. Но иногда это очень быстро. Может быть, один месяц и оп. И это как магия. И для меня они приходят и говорят, спасибо, Манку. А я просто антенна. Я иду сразу в храм и благодарю Бога за то, что Он слышит людей. Что Он благословляет людей. И я от всего сердца благодарю Бога за то, что Он слышит мои молитвы о людях. Слушай, так интересно он рассказал про то, что люди к нему приходят, которые много лет не могут забеременеть. И раз и через месяц ребенок. У тебя были такие, прям ты знаешь таких людей? Да. У нас есть пара семейная. Ходят ко мне на занятия. И они уже взрослые. У них есть взрослые дети, которые не могли очень долго забеременеть. И уже отчаялись. И вот Марина съездила сюда. При том, что они уже решили, что они не будут ничего делать. Да, то есть не эко, ничего. Буквально они приехали к Манку и... Какая красота. Да. И Манку им сказал, что через три месяца будет ребенок. Она звонит дочери и так говорит, да нет, мы уже отказались от этой идеи. Через три месяца они забеременели. Уже приезжали сюда на Вале уже с ребенком. Годовасиком. То есть потом я встретила, познакомилась в Убуде с парой. И я говорю, вот собираюсь в храм Бесаке. Он говорит, передайте Манку от меня привет. Мы были один раз, мы не могли забеременеть. Десять лет. Это мужчина причем рассказывает. После того, как у него побывали, через несколько месяцев у них появился ребенок. Вот они тоже с годовасиком были опять на Вале. Это невероятно много чудес. И я тебе хочу сказать, что чудес вообще на самом деле, которые приходят через него, когда он молится, очень много. Это знаешь, как он верит в то, что Бог даст. Он верит в то, что Создатель, Он щедрый. В принципе, это очень сильно похоже на то, как я работаю с людьми, когда я с ними 21 день работаю с созидательным мышлением. И они получают то, что они хотят. Но вот по детям у меня пока канал не открыт. Потому что сама не имею детей. А у него дети уже и внуки есть. И он от всей души, когда молится, то Создатель благословляет этих людей, за кого он молится. Точно так же, как сейчас, например, я молилась за 800 человек, которые попросили об изобилии. Так как мне Создатель это уже дал, то я могу это сделать. Понимаешь? Да. Это очень интересный момент. Потому что, на самом деле, очень важно, чтобы мы обращались к кому-то тоже. Хотя, с одной стороны, говорят, вроде бы, зачем вам посредники между вами и Богом. Но дело в том, что, вот представь себе, да, то есть, ты молишься, ты просишь годами. И почему-то не дается, да. То есть, потому что твой канал, он еще засорен. Засорен ложным эго, какими-то убеждениями, какими-то догмами, обидами, болью. А у него открытое сердце и любовь. Ну, это то же самое, что вот он правильно привел пример, да. То есть, как бы, если ты будешь просить, там, через сто, ну, как бы, президента о том, чтобы он дал тебе работу, но ты его не знаешь, ты его не видела, ты его не чувствовала. И ты не в его поле, по сути, потому что у тебя, ну, как бы, совершенно другая, да, ступень. И он, когда рядом с президентом, это совершенно разные вещи. И я всегда этому благодарен. Всегда будьте благодарны всему вокруг. Всегда, всегда. Потому что Бог нам дает солнечный свет, землю, семью, воздух, еду. За все это нужно благодарить. Да. Именно поэтому у вас так много учеников, международных учеников. Неважно, откуда родом человек. Все люди одинаковы. Все люди, ваши сестры, ваши братья, ваша семья. Просите Бога благословить всех людей в мире. Даже если они не ваши ученики, просите благословения для всех людей в мире. Это же касается и меня. Я каждый день, каждый день в этом храме или в храме моих родителей. Я молюсь в этом храме или в храме глотан и шваре. Вместе с русскими людьми, вместе с украинцами, вместе с немцами. И в конце каждой молитвы звучит, пожалуйста, Господи, останови войну. Дай этим странам, России, Украине, безопасность и мир. Пожалуйста, останови войну. И вновь останови войну, останови войну. И каждый день я это делаю без остановки. Потому что я могу отдать свою душу ради спасения мира. Я отдаю свою душу, чтобы сделать этот мир безопасней. Остановить войну во всем мире, включая Россию и Украину. И я бы отдал свою душу за то, чтобы закончились войны во всем мире. Но это не поможет. Потому что Бог дает свой путь к тому, чтобы все люди пришли к пониманию. К пониманию себя, к вере и сближению к Богу. Открыть свое сердце. Потому что сейчас люди складывают руки в намасте и молятся. Просят Бога остановить войну и сделать, чтобы в их семье все было хорошо. И так они приходят к Богу. Каждый приходит к Богу своим путем. Это правда. Если вы не открываете сердце, не чувствуете безусловную любовь. У вас есть деньги, но нет счастья. Есть ребенок, но нет счастья. Есть муж или жена, но нет счастья. Потому что счастье, это когда у вас есть связь с Богом. Да, это правда. Это путь к счастливой жизни. Да, это дарит счастливую жизнь. Я много раз говорила о том, что я благодарю Бога за стольких хороших учителей на моем пути. Например, в Индии, на Бали, это вы. Потому что когда я вижу, как вы любите людей, это дает огромную мотивацию для дальнейшей деятельности. Любовь идет из сердца. Поэтому ваши ученики приходят, они любят вас и доверяют вам. Потому что если человек не доверяет, он не сможет открыть сердце. Он не придет. По этой же причине, люди и приходят в храм за благословением. Они доверяют. Так, я благодарю. Я хочу, чтобы люди почувствовали вашу энергию, которую вам дает Бог. Многие люди увидят это видео и почувствуют вашу энергию. Да, они чувствуют мою энергию, чувствуют мое благословение. Потому что я не учился на бумагах. Это мои предки благословили меня на это. Я желаю вашим людям, вашим ученикам, вам и всем вашим близким и людям во всем мире. И самое главное, вашим ученикам, чтобы Бог благословил ваших учеников, чтобы все люди познали любовь. Счастливого дня и счастливой жизни вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok